Вот, ну вот сегодня действительно удивительный эфир, потому что мы можем пообщаться и узнать много интересного от действительно профессионального танцора, который может рассказать вот действительно все о танце. Итак, вот вопросы были, как мы познакомились, да? Как мы познакомились, Женя? Ты помнишь? Как мы с тобой познакомились, да, я помню. Я просто видела, что нужны девочки для съемок в клипе, я набрала номер, и ты мне ответила. Вот так и получилось. То есть вот так банально, да, вот объявление? Да, при том, что я думала, ну, до этого я еще должна была участвовать в съемках в клипе, но почему-то так случилось, что ребята не стали снимать клип, а мне очень хотелось попробовать сняться в клипе, и поэтому я как бы нашла тебя. Ты нашел меня, я нашла тебя. Да, это, наверное, судьба, потому что как раз в тот момент еще одна девушка подала заявку, и вот она как раз отказалась мне сниматься, решила, ну как, вот у нее было два варианта, она решила сниматься в другом проекте. В другом варианте, да. Ну, другой вариант закончил так же, как тот вариант, от которого ты отказалась, а то есть, получается, мы с тобой снялись в результате, а она нигде не снялась. Так что вот ты еще, у тебя есть интуиция, вот что важно, это очень важно, когда у творческого лица есть еще интуиция, вот у Жени интуиция такая есть. Ну, и это очень круто. Спасибо Богу, да, есть интуиция. А по поводу того, какой-то был еще вопрос, по поводу съемок в клипе, что было смешного или что было? Ну, вообще-то вопрос о съемках, да? Как были съемки? Да, подробно рассказать о съемках, какие были моменты, может, курьезные, может, наоборот. Мне очень понравилась на съемках. А, в принципе, был же он. Команда была профессиональная. Ребята вообще подобрались все классно, и мне было очень приятно. Но мой курьез личный был, во-первых, это то, что мы все очень сильно наелись пиццы. А, это ту пиццу, которую я купил? Да, это было очень много пиццы. А я ее не ел. И потом, а я это потому, что ты не ел, а я как раз-таки наелась, и мне потом надо было обратно танцевать. Это было жутко, потому что мой живот просто выпирал. Я не могла его выбивать, но это было очень тяжело. Поэтому все танцоры должны, ну, как бы, наверное, должны отслеживать этот момент, что потом тяжело очень дышать. Ну, тут палка о двух концах, потому что, кто не в курсе, съемки – это длительный процесс. Вот, допустим, мы снимались практически 10 часов, ну, типа такого. И получается, что перерыв просто был обязательный, хоть на полчаса. И, вот, к примеру, танцевать Жене было после обеда тяжело. Ну, и Яне, наверное, тоже, это вторая актриса из клипа. Вот, мы вторым снимались, я, Женя и Яна Минерва. И вот сначала было тяжело танцевать, но вот как раз самые ключевые, можно сказать, важные фрагменты произошли съемок в конце. В конце, да. В конце, где сцена была с ванной. Когда мы были в ванной. Да, сцены в ванной. Мы там с Яной плавали, а потом вдруг. И, может быть, как раз вот то, что вы тогда покушали, может, как раз это придало вам сил, так круто сняться в финальных съемках, когда 10 часов было поздно. Послушай, ну, когда ты уже ложишься в горячую ванну, там полно горячей воды, ты себе лежишь, кайфуешь просто в ней. Ну, как бы, одно удовольствие, все тебя ходят и камеры снимают, ну, ты просто в кафе вообще в таком, что... А потом я помню этот странный звук, когда выдергнулась, и у всех был шок. Что называется эта штука, которая... Пробочка из ванной. Пробочка из ванной, да. Мы с гримерами подумали, что ванна там лопнула, треснула, поломалась. Ну, мы подумали... Кстати, у нас вот вопросы от зрителей. Да, ну, сейчас мы к ним вернемся, просто мы подумали, ты сказала, а зрители-то не понимают, почему... Мы подумали, а потому что Леди Галла присутствовала на съемках этого клипа, в общем дело. Да, конечно, мы познакомились. И вот там вот Женя Франк с Леди Галлой как раз познакомились. Поэтому неусыпное око Леди Галлы следила за всем этим. А мы тоже, почему? Потому что в съемках сцены с ванной я не участвовал. То есть там была Женя и Яна, и я тоже со стороны смотрел, мне было жутко интересно смотреть, и как же это все происходит там, как девушки в ванной, что там вообще. Кстати, хочу отметить еще, вот как Женя сказала, это профессиональную работу очень всей операторской группы и режиссеров. Да, великолепно отработали, да, от чего мы с ними постоянно работаем, и дальше будем работать Тараса. Во-вторых, хочется сказать, что вот эти съемки были в чем-то исторически, Женя. Знаешь почему? Потому что, во-первых, их видит весь мир, VEVA, MTV. Ну, на MTV мы отправили, сейчас на ВИД-зоне, как я в прошлом эфире сказал, будет премьера англо-американский ресурс. Ну, VEVA на двух каналах, это США. А еще и тем, что вот студия, в которой мы снимались, это Stage Studio. Да, Stage Studio. На дворце Украины. Так вот, ты, Женя, наверное, не в курсе, но вот как только мы сняли клип этот, эта студия уже пошла под снос, ее уже закрыли. Ну, звонил мне директор студии, вот буквально на днях, мыло ж такое. Говорит, все, а что, собственник поменялся, в помещение не арендовали, и все, этой студии уже нет, все, со Stage Studio мы говорим goodbye, goodbye Stage Studio, но мы снялись в ней, и, можно сказать, чем-то ее увековечили, и что клип вышел супер. Целоваться вы хотите, или что, я не понял. Ну, да, как мы целовались при встрече. Давайте, будет красивая аватарка просто, а лучше сейчас, потому что, мало ли, обрежется прямой эфир, будет красивая аватарка. А я отойду, 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 а так лучше будет, вот поцелуй. Мы с тобой вот так вот сняли. В щечки друг к другу, да. И просто поцелуем. Потому что, да... Потому что, да...